МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 декабря 1974 года. С космодрома Байконур стартует ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-К». На её борту орбитальная станция «Салют-4», оборудованная уникальными приборами, рентгеновскими телескопами. На околоземной орбите космическая обсерватория должна провести полтора года. А советские астрофизики за это время поставить сотни экспериментов, заглянуть в далёкие галактики, открыть новые звёзды и, может быть, даже планеты. После долгих исследований учёные замечают, в далёком космосе на расстоянии 14 световых лет от Земли невероятный объект. Удивительное космическое тело, которое совсем не отражает свет. Другими словами, оно не светится, как звезда, не поглощает солнечные лучи, как планета, астероид или комета. Оно просто проглатывает любой попавший в него пучок света и выглядит, как настоящая планета-невидимка. Разглядеть её можно только благодаря рентгеновскому излучению, которое она испускает. Но самое невероятное. Учёным удалось выяснить, что планета-невидимка пожирает не только свет, а буквально всё, что попадается ей на пути. Астероиды, кометы, звёзды, планеты и даже целые галактики. Чтобы выяснить, что же это за невероятный космический объект, учёные начинают проводить исследования. Полученные результаты ошеломляют даже самых опытных астрофизиков. Радиус объекта всего 30 километров. Это почти в 200 раз меньше, чем у Земли. При этом весит странная планета-невидимка в 10 раз больше Солнца. Значит, это только одно. Вещество, из которого она состоит, невероятно плотное. Всего один небольшой кусочек этой планеты, поместившийся в столовую ложку, на Земле весил бы, в это трудно поверить, миллиард тонн. Столько не весит даже высочайшая вершина нашей планеты, гора Эверест. Во все времена люди мечтали о машине времени. В 19 веке фантасты описывали её как сверхбыстрый транспорт, способный переносить человека в прошлое или будущее. Но, несмотря на многочисленные попытки, построить такую машину никому так и не удалось. Однако современные физики утверждают, путешествие во времени совсем не фантастика. Человек способен на это. Мало того, на Земле уже сегодня есть люди, которых можно назвать путешественниками во времени. Это космонавты. А их машина времени — это космические корабли. Пока космонавты летают в космосе, их время идёт медленнее, чем на Земле. Вот пример. Космонавт Сергей Крикалёв — рекордсмен по времени, проведённому на орбите. В общей сложности он пробыл там 803 дня. Поскольку время для него шло иначе, вернувшись на Землю, он заглянул в будущее на 3 секунды. Это может показаться невпечатляющим. Но если бы космонавт смог задержаться на орбите, например, на тысячелетия, то его время замедлилось бы на целых 80 лет. И вернувшись домой, он уже не увидел бы ни друзей, ни родственников. На планете за это время сменилось бы не одно поколение. Если путешествовать в обычной нашей Вселенной, то тогда время для такого путешественника замедляется. Оно течёт медленнее. К сожалению, в реальности такое пока невозможно. Ведь больше 100 лет человек жить не может. Но учёные утверждают, эту проблему можно решить. Нужно только разогнать космический корабль до скорости, близкой к скорости света. И тогда время для космонавта на борту замедлится значительно сильнее. Потому что время для него будет идти уже в 7 раз медленнее. Каждый день в космосе будет равен неделе на Земле. Достаточно будет отправиться в путешествие длительностью в 20 лет. И вернувшись, космонавт попадёт в будущее. Путешественник, который провёл, скажем, год у себя в ракете, путешествие со скоростью, близкой к скорости света, он вернётся в своё место старта. И там, где он стартовал, там прошло 10 лет. Учёные добавляют, путешествовать во времени уже сегодня может не только человек. Нас буквально окружают предметы, побывавшие в будущем. Это обычные орбитальные спутники. Яркое тому подтверждение — спутниковая навигация GPS. Мало кто знает, что работает она только потому, что военные каждый день вносят поправки на часах спутников. Ведь с земным временем они ежедневно расходятся на 50 микросекунд. Всё очень просто. Так как спутники летают в космосе, на них меньше действует сила земного притяжения. И время идёт медленнее, чем на Земле. Если часы на спутниках и на планете постоянно не синхронизировать, навигация просто перестанет работать. Сюда, к этой проблеме синхронизации часов, имеет отношение просто гравитация, высота спутника над поверхностью Земли. Чем дальше от поверхности Земли, тем идёт время быстрее. Чем больше гравитационное поле, то есть чем ближе мы к центру Земли, тем оно замедляется. Конечно, ненамного. После того, как учёные выяснили, что путешествие в будущее возможно, перед ними встал вопрос, можно ли попасть в прошлое? Долгое время у исследователей не было однозначного ответа. Но только до тех пор, пока астрофизики не подсчитали скорость света. Открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается, одного путешественника в прошлое все мы хорошо знаем. Это наше Солнце. Несмотря на колоссальную скорость, его свет затрачивает время, прежде чем достигнет Земли. Путь в 148 миллионов километров он преодолевает за 8 минут. Это значит, когда мы смотрим на Солнце, то видим его прошлое. То, каким оно было 8 минут назад. Просто свету нужно время, чтобы прийти от звезды к нам на Землю. Ну, следовательно, если мы видим вот в данный момент звезду, то есть видим эти фотоны, лучи света, которые к нам пришли, то они были испущены какое-то время назад. То есть мы видим прошлое Вселенной. Есть, по мнению ученых, еще один способ путешествовать во времени. Через черную дыру. Вот так выглядит самая большая черная дыра, которую удалось найти ученым. Она называется ОДЖЕЙ-287. Эта черная дыра находится в созвездии Рака на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет от нашей планеты. Ученые подсчитали, она примерно в 18 миллиардов раз тяжелее Солнца. То есть весит, как небольшая галактика. По словам ученых, раньше черная дыра ОДЖЕЙ-287 была обычной звездой, только гигантских размеров. Но со временем она выработала всю свою ядерную энергию и начала потухать. Когда термоядерные реакции в недрах звезды полностью прекратились, она, не выдержав собственного огромного веса, буквально за считанные секунды сжалась. Уменьшилась до невероятно маленького размера. Чтобы представить эти масштабы наглядно, ученые подсчитали, если бы Земля вдруг превратилась в черную дыру, ее радиус был бы всего 9 миллиметров, как у небольшой горошины. Черная дыра – это очень компактный объект. Солнце, скажем, если вы захотите, оно никогда не превратится в черную дыру, но если вы сможете руками ее так сжать, вам нужно сжать Солнце до размера примерно в километры. Черные дыры обладают одним фантастическим свойством. Они искривляют пространство и время, просто потому, что внутри них не действуют привычные законы физики. Время и пространство в черной дыре сначала буквально закручиваются в воронку, а потом в глубине дыры распадаются на кванты, то есть вообще перестают существовать в привычном для нас понимании. Это значит, через черную дыру можно путешествовать во времени. Невероятно, но это так. Как объясняют астрофизики, время и пространство внутри черной дыры не просто искажаются, а буквально меняются местами. Там в каком-то смысле меняются местами пространство и время, то есть то направление, которое, как мы бы ожидали, это направление в будущее, это на самом деле оказывается направление просто направо-налево, ну, пространственное направление. А то, что, как казалось бы, должно быть пространственным направлением, оказывается направлением в будущее. Другими словами, пространство внутри черной дыры становится одномерным, а время, наоборот, трехмерным. Чтобы попытаться понять это, нужно представить себе человека, стоящего на перекрестке. При желании он может пойти прямо, повернуть направо, налево или подпрыгнуть вверх. Это и есть трехмерное пространство, в котором мы живем. А вот время для нас одномерное. То есть тот же человек, стоящий на перекрестке, не сможет попасть в прошлое или будущее, как бы он этого не хотел. Он будет существовать только в настоящем. В черной дыре все с точностью до наоборот. Находясь на таком же перекрестке, расположенном внутри черной дыры, человек не сможет повернуть направо, налево или подпрыгнуть вверх. Он сможет ходить только вперед и назад. Зато сможет попасть в будущее или прошлое. Фактически черная дыра соединяет между собой два пространства. Наше пространство и какое-то другое пространство. Какой-то мост между двумя пространствами через черную дыру, он существует. По словам ученых, единственное, что нужно, чтобы проверить эту теорию, построить космический корабль, который будет двигаться со скоростью света. Правда, пока это невозможно. Ведь построить сверхсветовой двигатель не удалось еще никому. До сих пор такая скорость – непреодолимый барьер даже для самой мощной ракеты. Скажу вам сразу, пока технологий таких нет. Самое главное, что у нас нет компактных источников энергии. Нам надо действительно ускоряться, разгоняться, иметь возможность разогнаться до скорости, практически сравнимой со скоростью света. Свет движется со скоростью 298 тысяч километров в секунду. Это 1 миллиард 800 тысяч километров в час. Чтобы представить себе такую скорость, достаточно взять обычное зеркало и направить его на Луну. Для того, чтобы вернуться туда и обратно, то есть проделать путь в 770 тысяч километров, свету понадобится всего 2 секунды. Это очень быстро. Достичь такой скорости человеку практически невозможно. По словам ученых, даже если человечество совершит гигантский скачок в космических технологиях и построит супермощный корабль, этого все равно будет недостаточно. Просто потому, что в топливные баки этого корабля придется загрузить все энергоресурсы, которые есть на Земле. И даже в этом случае миллиарды тонн угля, нефти, газа не спасут положение. Скорость корабля приблизится к скорости света только на 98%. К тому же, по словам ученых, такой корабль будет в буквальном смысле неподъемным. Ну, примерно, скажем, несколько миллионов тонн вам нужен корабль с жидким топливом, чтобы 50 лет путешествовать и разгоняться. Чтобы ваши 50 лет путешествовать со скоростью, близкой к скорости света, и вернуться сюда. Но даже если человечество изобретет супертопливо, построит сверхмощный корабль, и космонавт долетит до черной дыры, то вернуться обратно, по словам ученых, ему вряд ли удастся. Ведь только на разгон корабля до скорости близкой к скорости света уйдет как минимум 6 лет. К этому нужно прибавить время полета до ближайшей черной дыры. Это приблизительно несколько десятков световых лет. Плюс время на обратную дорогу. Итого около сотни световых лет. Даже если космонавт окажется долгожителем, то когда он полетит назад к нашей галактике Млечный Путь, он просто заблудится. Ведь к моменту его возвращения карта звездного неба изменится настолько, что не только Земля изменит свои координаты в космическом пространстве, но, возможно, и вся Солнечная система переместится в другое место. Но все это мелочи по сравнению с главной опасностью черной дыры – с гравитацией. На Земле действует сила притяжения. Наша планета притягивает к себе все, что на ней находится. Именно поэтому мы можем ходить по Земле, а не улетаем в космос. Точно такое же влияние на все окружающие объекты оказывает черная дыра. Только ее сила притяжения в миллионы раз сильнее земной. Чтобы вырваться из черной дыры, космический корабль должен развить просто немыслимую скорость. Скорость, превышающую скорость цвета. Это больше, чем 1 миллиард 800 тысяч километров в час. Но это просто невозможно. Ведь по законам природы скорость цвета нельзя преодолеть. Именно поэтому черные дыры пожирают даже пучки солнечного света. Их скорость меньше, чем нужно, чтобы оттуда вырваться. Сила этой гравитации настолько велика, что из этого объема не может вырваться ничто, даже свет. Ни материальный объект, ни даже квант света не может вырваться из этого объема. Именно потому, что черная дыра засасывает свет и не выпускает его наружу, увидеть ее в обычный телескоп невозможно. Но ученые все-таки могут ее обнаружить при помощи рентгеновских телескопов. Когда черная дыра пожирает очередную жертву, вокруг нее образуется вот такой фантастический светящийся шлейф. Он появляется от остатков гибнущих звезд, планет и космической пыли. Это свечение газа, падающего в черную дыру. Это наблюдается, таких объектов довольно много известно. Наблюдаются также сверхмассивные черные дыры. В ядрах галактик они находятся. С массовыми миллионами, миллиарда солнечных масс. Гигантские черные дыры. Они наблюдаются точно так же по свечению падающего в них вещества. К сожалению, пока путешествие к центру черной дыры для человечества всего лишь несбыточная мечта. Именно потому сотни ученых со всей Земли пытаются создать ее искусственно. Вот здесь, в Швейцарии, в Большом Адронном Коллайдере. Большой Адронный Коллайдер – это самая большая экспериментальная установка, которую когда-либо создавало человечество. Коллайдер выглядит как огромный тоннель в виде кольца диаметром 27 километров. Он находится под землей на глубине 100 метров. Официально этот прибор создан для того, чтобы узнать, как зародилась Вселенная. Но гораздо больше ученых интересует другой эксперимент. Они мечтают создать в лабораторных условиях черную дыру, подобную тем, что находятся в далеком космосе. Если они будут обнаружены, таким образом, не прямо, но по следам распада на другие элементарные частицы, то это открывает возможность, в принципе, для путешествий во времени. Некоторые исследователи считают, Адронный Коллайдер запустит цепную реакцию рождения черных дыр. Одна за другой они начнут появляться на свет и расти. Это приведет к катастрофе не просто планетарного, а галактического масштаба. Вот так, по мнению исследователей, будут развиваться события на нашей планете. После того, как черная дыра наберет силу и вырвется за пределы коллайдера, она поглотит Женеву, потом Швейцарию, другие страны и всю планету целиком. Правда, серьезные физики к таким гипотезам относятся с подозрением. Они утверждают, черная дыра, рожденная в коллайдере, будет настолько маленькой, что испарится буквально за миг. И им придется сильно попотеть, чтобы успеть зафиксировать все свойства новой черной дыры. Речь идет о микро-черных дырах. Эти черные дыры, они устойчивы, опять-таки. Они производят излучение и в результате этого испаряются. Как говорят, испаряются. Температура, которая при этом создается, она ничтожно-мала. Так что ничего такого засасывающего, в лучшем случае, они засосут какой-нибудь один электрон, даже электрон, трудно сказать, какую-нибудь очень маленькую частицу, которая выуждает только этой черной дыры. Адронный коллайдер работает уже почти 10 лет. Но до сих пор ученым не удалось создать ни одной черной дыры. Не хватает мощности установки. Однако физики ставить крест на исследованиях не спешат. Уже к концу 2011 года для успеха эксперимента на гигантском приборе планируют повысить энергию ускорителей. И тогда, уверены ученые, искусственная черная дыра будет создана. Совсем недавно астрофизики обнаружили новое место, через которое тоже можно путешествовать во времени. Это открытие совершило настоящий переворот в науке. Оказывается, не обязательно ждать, пока построится гигантский космический корабль со сверхмощным двигателем для полета к черной дыре. И ждать рождения ее искусственного собрата в коллайдере тоже не обязательно. Чтобы совершить путешествие во времени, нужно только найти червоточину. Еще ее называют кротовой норой. Это особый туннель, который связывает разные части пространства. Это древняя мечта путешествия в любую точку пространства за очень короткое время. Кротовые норы могут соединять между собой разные точки нашей Вселенной. Можно не со скоростью света, а гораздо быстрее, чем скорость света, попадать из одной точки пространства в другую точку пространства. И более того, возможно, станут полеты в другие Вселенные даже. Вот два здания. Они находятся через дорогу, друг напротив друга. Чтобы попасть из одного в другое, можно спуститься на лифте, выйти из здания, перейти через дорогу, потом подняться на лифте и оказаться на нужном этаже уже другого здания. Но ведь можно сделать и проще. Можно перейти из одного здания в другое вот по такому коридору, построенному специально для перехода из корпуса в корпус. Именно так и работают кротовые норы. Они соединяют разные галактики и Вселенные кратчайшим путем. Между двумя областями, которые очень далеки друг от друга, может существовать некоторый канал, ручка, расстояние по которому очень маленькое. Можно быстро перейти, мгновенно, может быть, перейти из одной точки в другую. Вот такие образования, так сказать, у фантастов они возникли давно, но уже довольно давно физики доказали, что, в принципе, такие образования могут быть в реальном мире. По словам ученых, внешне червоточины ничем не отличаются от черных дыр, но разница между ними огромная. Если из черной дыры обратной дороги пока не нашли, то у червоточины точно есть выход. Это значит, что, побывав в другой галактике, космонавт запросто сможет вернуться на Землю. Но самое главное, совершив скачок во времени, в будущее или прошлое, у него будет возможность вернуться в свое настоящее, из которого он начал путешествие. Главное отличие заключается в том, что черная дыра почти ничего не выпускает из себя, можно в нее только упасть. А кротовая нора тоже очень компактное образование, которое позволяет прохождение сквозь нее и попадание в другое пространство любых тел. Однако ряд ученых считает, что вернуться в прошлое вообще нельзя. Ни через черную дыру, ни через червоточину, ни на космическом корабле, летящем со скоростью света. По мнению исследователей, природа специально так устроена. Ведь если путешествие в прошлое было бы возможным, человек непременно захотел бы в нем что-нибудь изменить. А любое вмешательство в историю может принести много бед. Правда, другие ученые полагают, в прошлое вернуться можно, но изменить его у путешественника не получится. Путешественник во времени, он имеет намерение отправиться в прошлое и убить дедушку, только тогда, если он убьет, возникнет парадокс. Но вычисления показывают следующее, что если он отправится в прошлое с этим намерением, то потом что-то случится, что его отвлечет. Птичка прилетела, пистолет не сработал, или он просто передумал, но дедушку своего он не убьет. По словам ученых, перед человечеством открываются величайшие возможности. Уже сегодня физики открыли несколько способов путешествовать в пространстве и времени. И, возможно, совсем скоро машина времени станет для нас реальностью. Редактор субтитров А.Семкин